Привет всем посетителям портала goodgame.ru У вас, наверное, вопрос, как я здесь оказался Но, в принципе, в недавнем своем интервью Майкер говорил о том, что он думает передать мне Goodgame И он это сделал, так что теперь Goodgame владею я И намереваюсь сделать несколько важных изменений Но для начала здесь вот я решил на чемпионате России по компьютерному спорту На финале взять какое-нибудь интервью у интересного человека И мне попался самый интересный человек из всех Егор Жбатинский, он же ARK Привет Привет Ну, я возьму У меня тоже есть что, скажем так, сказать У меня тоже вопрос, как я здесь оказался Об этом еще тоже никто не знает Но по итогу турнира я кибертурист, да, топ-4 Прилетели, дали отдохнуть нам организаторы Два дня джетлаг двухчасовой, не очень приятная вещь Аномальная жара в Челябинске Не очень ожидаемо, особенно мне, потому что мне пришлось купить джинсы Ну, джинсы, шорты Я пришел, приехал в джинсах И в джинсах нереально жарко, 30 градусов плюс Соответственно, это причина, по которой я сейчас в шортах Довольно жарко, довольно жарко В целом, город очень понравился Организаторы хорошо, как бы, обходятся с нами Кормят внезапно, внезапно Есть ребята, которые не кормят Даже автопатию устроили после коронавируса Как давно мы видели автопатию Я не помню, я не помню Я, на самом деле, не такой Не завсегда-то гость на них, но все же Все же, давно не был, как раз кибертурист Можно как бы соединить принятное с полезным В какой команде здесь ты играл? И, ну, что у вас, как ты в ней оказался? Я, честно говоря, не ожидал тебя вот здесь увидеть Окей, любишь так, ну все-все В команде от Алтайского края Позвали друзья Lil Sorry, Lashkes, Soloma, Lil Skrip Это довольно, ну, плюс-минус именитые Да, есть более именитые, есть менее именитые Прошу прощения Есть, как бы, самый популярный Lil Sorry, который рэпер У него теперь Ник Чел Татуировка Чел Вот здесь на шее Это This is not joke Серьезно говорю Ну, кому как, да Кому как удобно У меня вообще, вон, вся рука забита И никто, как бы, ну Мне по кайфу самое главное Сыграли Сыграли по фану Не тренировались КВ-шек не было Я вообще приехал больше с целью проветриться, отдохнуть Потому что, ну Ну, я довольно в последнее время, как бы Не особо, не сильно увлекаюсь Дотой Больше какие-то сторонние проекты Поэтому с Дотой такое Просто, как бы, отдохнуть, подчилить, провести время Ну, как-то такой у вас получился звездный состав Но не очень удачно выступили Хотя, я думаю, что топ-4 чемпионата России Это вполне себе нормально А что так с Дотой? Все-таки, вот эта вот Вот эта система нынешняя И устройство Дота Она, скажем так Ты в ней не прижился Или просто решил, как бы, сменить род деятельности? Ну, слушай На самом деле, прям вот Зацепил, да Зацепил такой вопрос У меня как раз была Была идея, да Что-то вроде такого интервью оформить А тут, как бы Прихожу, тут уважаемые люди говорят Что, интервьюшку дашь? Я такой, конечно, конечно, дам Вот Мне не очень нравится именно эта система То есть, если ты не пройдешь квалификацию То ты отдыхаешь три месяца Без вообще без вариантов Потом у тебя раз в неделю игры Которые, ну, то есть На которые нельзя делать замены Это все очень сложные вещи Я не играю Мне Именно вот на данный момент Ну, то есть Я Раз Ну, у меня вот последние шесть лет, да Я стабильно раз в год Аппл топ-1 Последний раз Вот было это в октябре Прошлого года То есть, ну, не супер далеко, да Я потом нажал обнуление Решил обнулиться Получил минус Много очень ПТС Там, тысяча плюс И Как бы это закончилось тем Что я просто играю И у меня каждую игру Ну, не получается выиграть Не потому, что я что делал Потому что ребята Они очень хотят играть Ну и Мне не очень На самом деле сейчас, честно говоря Импонирует именно Деятельность игрока То есть Я Последнее время Если ты видел Читал мой твиттер Или там глазочком Подсмотрел Я довольно сильно Уделяю время Аналитике Аналитике Матчи, доты Вот это всего И Ну, скажем так Делаю ставки Поэтому В один момент Я такой Просто Сильно Очень много времени Там уделять начал То есть Каждый день Я смотрю все игры Кроме там Южной Америки Потому что Это невозможно Да Кто бы ни говорил 3-2 существует 3-2 не существует 3-2 существует Заявляют авторитетно Я не спорю Я думаю Не только в Америке Так вот И Именно вот Искать статистику Наблюдать за какой-то Дотой То есть Интересной Мне Это более импонирует Прям очень И я бы Наверное Ну вот Если да Если положить руку на сердце Сказать что Если бы меня позвали Некоторые команды В тренеры Я бы наверное пошел Потому что У меня очень хороший Майнсет Очень Ну Довольно неплохой опыт Да База знаний Плюс я Выучил Как бы Если Ну если можно так сказать У меня Неполное образование Физико-техническое И неполное образование По консультативной психологии То есть Миллион книг Я Прочитал Походил В московский МППГУ И Сейчас Ну Занялся своим здоровьем Как ты видишь Вот этого Круглого Круглого мальчика Больше не существует Вот И То есть Это все Как такие прилегающие Да К тому что У меня Очень хорошее Ну как бы понимание Как быть игроком Но не как выигрывать Да Ну соответственно У меня было бы Больше призовых В один Ну я Вот Наверное Больше нечего сказать Я наверное Больше хочу Смотреть доты Анализировать Нежели Сидеть и играть Не знаю Может быть Медийное Там стримить Не хотел попробовать Или это Или тебе интереснее Именно такая Вот тренерская работа Аналитическая Иногда А вот Постоянные стримы Не очень На данный момент Стримы Это не очень Благодарное дело По той причине Что Сейчас букмекерские Конторы Не дают Высоких тебе Заработков Если Исключающие случаи Это большое Количество зрителей То есть От 3-5-7 тысяч Да И Сейчас эту нишу Занимают Другие игроки С другими Никнеймами Которые делают Контент У которых Своя собственная Аудитория Соответственно У меня она была Поэтому меня Позвали в экстрим И я не стримил Соответственно Аудитория потерялась Стало тяжело После этого Камбекать То есть Я постримил Там месяц У меня среднее было 300-500 зрителей Это Достаточно Для того Чтобы Ну То есть Реклама Реклама В русском Твиче Не очень Тоже Хорошо Оплачивается Не знаю Насколько ты Хорошо разбираешься В Европе Дают намного Больше денег За рекламу Ну немного Разбираюсь Я в принципе Был в свое время Немного Связан со стримингом Там Но Это давно В прошлом Ну вот Вот Если Как бы Так сказать Чтобы Мне нужно Чтобы Мне стабильно Зарабатывать То есть Да Я Один живу Снимаю себе Квартиру То есть Ну То есть Как бы Занимаюсь Живу сам В общем Занимаюсь Своей жизнью И Для этого Нужны деньги Поэтому Сейчас Дота Мне не особо Много приносит Именно То есть Дота карьера Ну потому что Я нигде не играю А ставки Как бы Для человека Который Больше половины Жизни Был в доте Ну Это 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 хорошее Дело То есть Не знаю Не осуждаю Тех Кто Занимается Ставками Потому что Ну это тоже Вид заработка Так или иначе То есть Это то же самое Что и Осуждать дотеров Которые побеждают Или проигрывают Я не знаю Кто вообще осуждает Такие есть Я просто Как бы Не слышал Есть 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 Очень много Ребят Которые осуждают Ставки Есть очень много Ребят Которые осуждают Еще какие-то То есть Тотализаторы Не Ну Это все Азарт Одно дело Сам по себе В принципе А другое дело Тех Кто играет Ну Это в принципе Дело каждого Здесь Каждый сам решает И вот Ты для себя Я так понимаю Нашел Вот такую Пока Нишу Но и Продолжаешь Искать Что-то Развиваться То есть Не только Этим Стараешься Жить Ну Я закончил Чтение психологии Потому что Мне она уже Стала неинтересна Именно в том плане Что вот То есть Фрейды Фромы Роберт Грин Там Вот эти все Мне Я очень много Прочитал Мне надоело Наверное Ну если Я обязан Сказать Что моя любимая Книга Потому что Скорее всего Об этом бы спросили Если бы это было Такое Более интервью Не онлайн Наверное Эффект Люцифера Очень сильно Повлияло Эрик Фром Искусство Любить Очень такая Интересная И Эрик Берн Игры в которые Играют люди Она одна из самых Популярных книг По психологии Вообще Из существующих То есть Ну Она очень такая Именитая Да Очень именитая Очень высокие рейтинги Вопрос еще Насчет А Да Насчет Ставок Ну На самом деле Заработок Они приносят Не очень стабильный Ну То есть Да Но Последнее время У меня вроде Хорошо все получается И Как бы С этим нечего Поделать Я еще Да Я наверное Я бы не отказался Попробовать себя В роли тренера Тренера Не знаю Кальянщика Тренера по физподготовке И вот этому всему То есть Не знаю как так получилось Но я обладаю Всеми этими качествами Ну еще могу От тысячи семь отнять Как бы Это тоже Это тоже важное дело Это очень важная вещь Такой еще вопрос Скажи пожалуйста Ты был в той самой команде Которой долгое время Не выплачивали призовые За одну из последних Подождите За эпик Или за омега лигу Вот с этим скандалом Связаны Или это Только твои кореша Я просто не помню Состав точный Я помню Что ты Не особо участвовал В перепалке Я был в этой команде В этой команде В этой команде был Sunlight Lil Вот эти все ребятки То есть Мы играли Ну Ну как мне То есть Что мне комментировать Да У нас были какие-то Проблемы с заполнением Но они были больше Вот знаешь С какой стороны Вот ты такой Сидишь играешь Доту Тебе пишут Так заполни Ты такой заполняешь Думаешь Ну все Такое Отлегло Да Через час тебе пишут Заполни еще Ты такой думаешь Ладно Это точно последний раз Да Заполняешь Тебе говорят Так заполни Ты тут короче Ошибку сделал Или кто-то ошибку сделал Или там организаторы Ошибку какую-то сделали И ты должен опять Это заполнять И ты думаешь Ну Да Я понял Я просто на самом деле Уточнил На всякий случай Вам выплатили призовые? Да Призы выплатили Где-то в январе То есть Ну то есть Задержка была Да Она не критичная Но я бы сказал Что есть Есть турниры Например Вот я играл Планет Доги Да В ЦА Нам до сих пор Не выплатили Это было Это было Если сейчас Май Это кстати Вот почти Чуть больше трех лет То есть Три года И десять дней Было Вот что-то в этом роде И Ну мы там Взяли Третье место И нам как бы Не выплатили Девять тысяч долларов По-моему Девять десять Я думаю Девять тринадцать Ну в общем Судя по тому Что я слышал В ЦА компания Обанкротилась Но она выплатила Всем китайским командам Призовые А с нами были еще Арабская команда Мэй Потому что Наверняка Тем кто следит За этой ситуацией Было тоже интересно Так Ну и давай Буквально пару слов Про нынешний ДПС сезон Про вот сегодня Как раз определились Все участники Мажора Не знаю Видел ты Не видел список Но там в принципе Там в принципе Ничего такого Супер неожиданного Ну вообще пару слов Давай вот по СНГ О Нави немножко О виртусах О шансах Спиритов На мажор Ну тоже довольно Обширная тема Для разговора Да Я смотрел Так как я ставлю Так я смотрю Соответственно Все наблюдаю Соответственно Я могу сказать Что я доволен Я более Глубже Знаю Что происходит В командах Ну то есть Какие там Передвижения Какие ошибки Они обширные Или это микро ошибки За которые Как бы Ну нет никаких проблем Выделить Ну рассмотреть СНГ ВП На две головы выше На две головы выше Именно Чем спириты И на больше Ну 5 плюс Допустим Да Может Утерирую 5 плюс голов Выше остальных команд По той причине Что Если ты бы Ну я уверен Что ты Ты кстати по моему Писал что-то Про вторую игру Где они закинули 9 тысяч Там дровка была Тим спирит Это была вторая игра И ВП Комбэкнули И там Магнус Войт Если я не ошибаюсь Был И Вот эта игра Наглядно показывает Насколько ВП сильнее Чем спирит Потому что 10 тысяч преимущества Это не просто Цифры в воздухе Да Это цифры С которыми Можно работать И которые Можно как бы Ну Правильно реализуя Своё преимущество Выиграть игру А ВП конкретно Намного сильнее Спириты Я считаю Что они В прошлом сезоне Должны были Отбираться Но У них Проблемы были С игроком Они добрали Лучшего игрока По моему мнению Да То есть Никого не осуждаю Я как бы Сейчас Вообще У меня такая политика Что Я Никому не показываю Какого-либо негатива Его просто нету Вот Спириты должны были Отобраться Но Сейчас Они Просто Потренировались То есть Если Взглянуть Еще Например Да Альянс Которые Довольно Плохо Выступили На ДПС На прошлом Сезоне Они Подготовились Посидели Дома И Как бы Сделали Свои уроки И вышли То есть Соответственно То же самое Произошло Со Спирит Нави Ну Как-то Комментировать Команду Нави Ну Я могу Сказать Те вещи О которых Много Кто Не знает Не знаю Насколько Это Будет Нормально То есть Вот Как Так же Как Кикнули Генерала Вот У меня Была Примерно Похожая Ситуация Но В тот Момент Мне Как бы Меня Позвали В экстремум То есть Это Слишком Совпало Что Меня Хотели Кикнуть А я Ушел То есть Да Что Они Как бы Своё Злодеяние Не Совершили По факту Я Ушел До того Как Меня Убрали Вот Берите На заметку Друзья Какие-то Комментарии По составу Я считаю Что Я Знал Что У них Они Очень сильно Рейтят Рамзеса Рамзес Не Слабый Игрок Но Я считаю Что На тройке Ему Не место И он Пытается Как-то Вернуться В свою Форму У него Не получается Вернуться В единицу Я смотрел Во паблике Я играл У него 60 ранг Что-то такое У него Не получается Вернуть В единицу И он Очень плохо Играет Я думаю Что Если Это же Гамбиты Вышли Гамбиты Вышли Потому что Нави Проиграли Пакчамп Это была Ужасная Игра Вот Я Тоже Еще один Важный Пост В твиттере Я не знаю Помнишь Ты или нет Я писал Что там Будет Минус Богдан Плюс Нуан Минус Флай Плюс Соло Ну вот То есть Понял К чему Это ведет Каким Изменениям Не уверен Что Флай Как бы Смогу Сместить Да Он вроде Там Такой Ветеран Усел На свое Любимое Местечко Мем Про 19 Набирает Обороты Да Ну 19 Не знаю Ну Вы видели Взгляд С которым Это говорил И акцент С которым Это говорил Я 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 Давай Давай Из оставшихся Пяти регионов Может быть Что-то Что знаешь Ты Но не знают Остальные Квинсы Сильнее Чем ЕГЭ Я думаю Это Это уже Факт После Произошедшего То есть Квинсы Выходят На Квинсы Выходят На Инт Скорее всего ЕГЭ Выходят На Инт Интересно Да То есть Какая Будет Квалификация После того Как Все команды Которые По ДПС Очкам Отберутся На самом деле Я думаю Что очень мало Кто этим вопросом Задавался Ужасное Могу тебе Сразу ответить Я видел Эти игры Да И Какие команды Остались Которые Будут Играть Я думаю Что С На Выйдут Undying Это Мои Прям Такие Супер Близкие Такие Кореша Корешочки То есть Там Брайл Тимадо Вот Такие Это единственное Скажем так Кто Еще Хоть Что-то Может Там За Исключением Вот Этих Двух Команд Да Ну Не знаю Мне Не очень Нравится Эта Еще Система По той Причине Что Эти Матчи Бо Три Раз В Неделю Ну Вот Я считаю Что В И В Частности Это Особенно Много Три До Два Матча То Что Я Вижу Что Там Происходит Это Просто Не Поддается Логике Я Как-то Комментировал Недавно Матчи Астр И Хом Вот Если Строителя Который Забивает Гвоздь Я Делаю Это Двумя Руками То На тот Момент Играя Против Юхом Астр Делает Двумя Пальцами То Если Спроецировать То Что Я Вижу И То Что Они Делали Это Просто Абсурд И Ну Я Вижу Что В Китае Какие-то Есть Ну Вот Я Не знаю Как Это Пофиксить Да Я Как Мне Кажется Да Что Я Смотрел Игры Скорее Всего Все То Не смотрел Там Супер Неинтересное Что-то По типу Фантастик 5 Но Течис Которая Была Как-то Там Подозрение Какое-то Было В том Что Кто-то Из Команд Ринад Ну Это СНГ Да Ну Это ЦИС Ну То То Есть Какие-то Комментарии По Командам Мне Очень Нравится Ситуация В Китае Ты Не заметил Что Вот Как IG Ведут Себя После Как Они Вышли На Интернешнл Что Они Хотят Пропустить Еще Китайские Команды Еще Больше Это Ну Просто Ну По-другому Это Не Названо Это Легендарно Это Легендарно У меня Просто Ни Слов Ну То 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 Я Первый раз Настолько Вижу Самоотверженное Действие Ну То То Они Пропускают Другие Команды Овер Себя За Нем Чуть Чуть Получают Меньше День Чуть Меньше Польша Пойнтов Но Они Выграли Мажор Они Уже На Интер То То Как Команда Которая Продвигает Свою Нацию Это Просто Можно Похлопать Нашим Ребятам Только Учиться Этому Наши Ребята Скорее Вот Нагадят Чтобы Не Пропустить Ну Китайцы Отказывались Со своими Тренироваться Из-за того Что у них Играл Малайзийский Игрок И Игрок Сингапура Команда Муши С СС ДК Им Объявили Байкот Потому Что Мол Там Не Вся Пятерка Китайская И Они Из-за Этого Не Так Хорошо Выступили Ну Вот Да Такая Ситуация В Китае Ну Что Еще Что Ни Расскажешь Или Будем Напоследок По КВшкам Что я знаю Сикреты Очень много Кому Проигрывают Ликвиды Ликвиды Очень сильно Стараются Я думаю Что Они Ну То есть Да Скоро Будет Мажор Вот И Начало Июня Будет Мажор Да Давай Я Дам Какие-то Предикты Какое-то Своё Мнение Ну Потому Что Это Интересно Отлично Да Я Согласен Я Как Такой Плюс-минус Шарящий В Доте Чел Такой Плюс-минус Могу Сказать Что Из Европы Мне нравится Как играют Ликвиды Альянсы Мне кажется Мне не нравится Состав Именно Сочетание 2-3 То есть Он Господа На С4 Лимп Лимп Очень много Играет 1х1 Очень много Старается С4 Мне Не очень Импонирует Потому Что Не знаю Я Не очень Вижу Как Они Выиграют Мажор ВП ВП Нужен Опыт Им Нужно Больше Опыта Они В онлайне Просто Всех Побеждают Показывают Очень Хороший Уровень Игры Мне Очень Нравится Конечно Потому Что Все ВП Мои Ребята Все Мои Друзьяшки На Квинс ЕГ Я Не думаю Что ЕГ Пройдут Топ 2 Я Думаю Что Квинсы Тоже Не Очень Высоко Пройдут Потому Что Мне Не Импонирует Я Вар Я Я Как Человек Который Наблюдает За Дотой Человек Который Играет На Особенности На Первой Позиции Всю Свою Жизнь Могу Могу Сказ Ему Очень Много Нужно Времени Заниматься Очень Хочу Увидеть Без Костов У меня На Этих Ребят Вообще Надежда Я Смотрю Их Игра И Понимаю Что Они Дадут Люлей Большинству Команд А Но Пинг Это Команда Это Первое Место А Ваша Ча Без Кост Я Я Знаю Но Это Регион На который Ставки Я бы Не Рекомендовал Делать По той Причине Что Там Очень Подозрительная Подозрительная Активность Мы Тебя Поняли И Не Смотрите На Группу Смотрите На То Что Произойдет Я Считаю Что Без Косты Покажут Очень Хороший Результат Что У нас Осталось Европа Юго Восточная Азия Еще И Европа По Азии У меня Каких Уровне Играют Ну Кроме Кроме Условно Лилганов Тинси Лилган 2-0 Медовый Антимаг Медовый Буч Не 3-2-2 Просто Не повезло Ладно На самом деле Я Специально Открыл Эту Игру И посмотрел Лилганы Действительно Хорошо Играли Действительно Хорошо Играли Для команды Первого Дивизиона Но Того уровня Игры Чтобы Обыграть Команду Которая Как бы На мажоре Жарит Большинство Да Не то Не то Не то Не очень Такие уровни Несмотря на то Что Я видел То есть У Лилган Была заготовка Тинни Гримстрок Они две игры Это пикали Две игры Выигрывали Но Знаешь Когда приходит Мид Дуза Против Антимаг Ты понимаешь Что Что-то Не так Не должно Тако Быть Что 2-0 Они проигрывают Без шансов То есть Там Ну Знаешь То есть Горки Вот так Ну Как это Совпадение Дальше Секреты Секреты Говорил Ликвид Говорил Альянсы Говорил Кто еще остался Нигма Нигма Игорек Намного Лучше Чем В3-3 Смена На роли Намного Лучше Чем В3-3 Не говорю Что В3-3 Плохой Игрок Миракл Как мне кажется Очень хорошо Быть на Миде Потому Что Он Вот Именно Такой Игрок Который Делает Плей Красивые Плей Наводит Суету Знаешь То есть Мне казалось Всегда Что он Как игрок Не должен Афокофармить Потому что Его потенциал Должен быть В нажатии Микрокнопок То есть Это команда Которая В один момент Нажмет кнопки Идеально И у тебя Не останется Шанса И Игорь Тут такой Веселенький Дружочек Мальчик Который Играет По 10 тысяч Пабликов День Не знаю Как он Еще Дышит Вообще Потому что Мы с ним Еще в 15 году Вместе На лане На буткемпе Были То есть Он еще Тогда Этим занимался И как бы Ну блин Если ему нормально То я могу Только похлопать Потому что Такое рвение Это Это Волшебно Можно бы завидовать Да Мне уже Такое Не очень Импонирует Например Мне не нравится Играть В доту 10 часов Подряд И потом Собирать команды С каким-то шансом Микро шансом Отобраться То есть Я Не супер Старый Да Мне 23 23 И То есть Это Условно Возраст Которым Лил Данинте Был Лил 23 Вот Такое Года 3-4 назад Ну вот Около того Если я не ошибаюсь Кстати Я был на Гентинге На том же турнире Где Лила Кикнули После этого Очень странно Я никогда бы не подумал Что Стоит команда ВП Артстайл Четыре игрока И лил рядом То есть Ну Не близко Я никогда бы не подумал Что его кикнут Вот Я ходил И ломал голову Думаю Ну он там Типа телефона Разговаривает Или там Покуривает А у кого-то Аллергия на дым Или что-то такое Вот Ну Еще раз Очень хочу посмотреть На Б1 Без косты Очень хочу посмотреть На ВП Очень хочу посмотреть На Нигму Нигма Насчет того Что Хорошее ли место Она займет Все зависит Сугубо от Игоря Потому что Это Четыре Супер Сыгранных игрок Которые Уже Большую часть Времени То есть Манки бизнес Нигма Они вместе Они до этого Ликвидами были Они уже Очень сильно Притерлись друг к другу И у них не будет Никаких проблем Но характер Игоря Он как бы Не такой идеальный И Ну не говорю Что он плохой Я говорю Что он может Не подойти Со своим цис-менталитетом У него Довольно плохой Английский Довольно плохой Ну то есть На языке доты Говорить может Но я думаю Что На более Отстраненные От доты Темы Это будет Получаться Довольно тяжело Поэтому я думаю Что английский Будет очень важную роль Играть Я не знаю Подучивает ли он То есть Да или нет Но После 20 пабликов 10 часов английского Ну я просто Помню В английский Когда Экскалибр Ему что-то говорит Он ему отвечает И Ну там как бы Английский Да такой Серьезный Уважаемый Уважаемый Думаю Что Топ 6 Они возьмут Гамбит Еще Из Вайлкарда Выйдут Я знаю 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 Просто Ну как-то Их прокомментировать Мне не У меня есть Личные Предвзятости Скажем так Игроками То есть Ну Не для кого Не секрет Что компашка Рамзес Это все Ребята Которые Не очень Меня любят Для меня Это Не особо Было Известно Я честно Не вдавался В такие подробности Но Теперь буду знать Ну Это знаешь То есть Высокий Авторитетный Игрок Который Говорит Ты плох И если Его окружение Скажет Что Да он Плох Он такой Хорошее окружение А если Они будут То есть Противостоять Да То есть Ну Просто Человеческие Такие Конфликты Ну Как Команда Я думаю Что У них Не получится Занять Высокое место Но думаю Что С Вайлкарда Они Более чем В силах Выйти Потому что Ну Не супер сильные Там команды Присутствуют Вот Знаешь Мне вот Так кажется Что Вот Если Либо они выйдут Либо они топ 3 Сразу после Но не ниже Не верю Что они проиграют То есть Ну Он очень сильный игрок Безусловно Никто никогда не будет Это я думаю Что Оспаривать И Я думаю Что либо они выйдут Либо что Они будут С кем-то За переигровки Играть И вот Где-то На третьем месте 2-3 Они остановятся Одно из двух Не верю Что произойдет другое Вот Руку на сердце Не верю Ну что ж Я думаю Достаточно Мы поговорили С вами были Егор Жаботинский Он же игрок команды Еще раз Кого ты представляешь Уже все Я кибертурист Кибертурист И новый владелец Портала Goodgame.ru Владимир Майлшторм-Кузьминов Всем спасибо